все о тантре все комментарии прикрепила приветствую вас ну что сегодня просто невероятная тема я сейчас решила просто сесть и зафиксировать свои чувства и эмоции и для того чтобы так не растянуть как всегда наш прямой эфир до каких-то бескрайних размеров как я это люблю делать я решила взять и просто зафиксировать вот фиксировала буду многие моменты прям зачитывать и я вам скажу честно пока я писала подъем такой невероятной энергии почему потому что это все тантра это очень есть такой важный интересный аспект который я вам постараюсь донести да все видно слышно всех вижу всех приветствую и давайте еще немножечко так пару минут мы подождем пока все соберутся так джетчика аккуратненько а я так благодарна тем кто написал свою обратную связь по ощущениям и почувствованию как то воспринимает слова тантра слово да энергию этого слова и я пока кушала я отвечала да комментировала на небольшую часть и это поистине знаете как мне настолько приятно что я быть может стану тем человеком который для вас откроет совершенно новое неизведанное ранее вам направление и для меня это знаете вот как любое новшество любое новшество у меня просто до мурашей вот просто до мурашей я обожаю познавать я обожаю узнавать что-то такое неизведанное то что ранее было для меня незнакомым до познавать какое-то таинство и по вашим ответам и я прочувствовала насколько тантра для каждого из вас будет таким же знаете как откровением вот до всех рада видеть пишите свои вопросы я с огромным удовольствием на них буду отвечать и начну я с предисловия в практиках до мой опыт работы взаимодействия с такой энергопсихологии более 15 лет я знала о тантре только знаете как что это что-то таинственное покрыто какой-то тайной и вы сейчас напишите свое ощущение вообще вот насколько у вас есть отклик того о чем я вам ведаю я помню что где-то плюс-минус в юношестве я услышала такое слово как тантрический секс но конечно да я думаю у всех это так так или иначе было на слуху так вот я понимал я не знала об этом ничего но я понимала что это что-то такое недоступное и мало того запретное и не всем подвластное и это есть на самом деле так я объясню почему что это что-то такое что даже о чем-то таком стыдно вслух говорить и у кого-то спрашивать я не знала как у вас это поделитесь мне это очень интересно для меня это очень важно и вообще почему я эту тему сейчас буду активно раскрывать потому что почти полгода создавалась программа ретрита о котором сегодня не буду говорить да я может быть там завтра послезавтра выйду прямой эфир расскажу но он у нас планируется с 3 по 9 мая такой ретрит перезагрузка тантра для жизни так вот для меня тантра это было просто что-то такое до недосягаемое почему потому что так это и есть по сути тантру вообще познать изучить можно только одним способом я других не знаю потому что я искала очень долго источники нет никакой литературы та литература которая есть но это только лишь можно получить от учителя к ученику и когда вам не пробудилась такое знаете животное желание что такое животное это когда через да на живот через наши чувства не через наши первые две до первую вторую третью чакру появляется такой импульс появляется желание все-таки познать что же такое тантра я начала искать учителя учителей по пальцам пересчитать можно и я выбрала учителя которому 62 года он живет и сейчас живет в индии у нас обучение длилось около полугода и я конечно очень благодарна этому опыту учитель мой был мастер мужчиной и с каждым разом соприкасаясь познавая углубляясь я понимала что так или иначе где-то косвенно практики между собой очень взаимосвязаны потому что да я являюсь мастером рейки я учитель йоги теперь уже тантры да о ских техник до тибетских техник создатель своей авторской системе флау практика l где я объединила огромный спектр различных энергетических практик и когда я стала познавать тантру я стала видеть как какие-то отголоски есть в том направлении которое я даю ученикам есть в другом направлении есть вот в этом праная мы точно также сродни так или иначе мы можем отнести к тантре медитация также так или иначе но мы можем отнести к тантре и так далее я стала это знаете как когда так как я этим живу так как я живу практиками так как я живу энергии так как я живу до раскрытием в других людях их такого личного магнетизма для меня это было все настолько как будто бы все пазлы сошлись вот просто все пазлы сошлись и все мои клиенты ученики мне говорили об одном о том что как после обучения как после да ну соответственно я практик я исследователь я человек который взял знания я прежде всего его применяю в своей жизни да все консультации которые я провожу почему у людей сумасшедший прорыв да просто невероятно они могут выйти на новый совершенно уровень своего развития почему потому что это работает на мне да я сама прохожу каждый раз этот путь я вижу как это все работает и соответственно есть этот эффект классный трудно да да на моих клиентах также флау практика я преподаю не просто словесно называть или иные до инструменты которые мы задействуем я сама делаю и я вижу на своем теле как это работает да я вижу качество своего тела я вижу что с каждым годом сейчас мне 37 и я вижу что я выгляжу во сто тысяч раз круче чем я даже выглядела там два года назад и вот я за это когда то что человек дает применяя это самостоятельно на себе имел сумасшедший невероятный эффект андрюша привет мой дорогой с андрюша мы учились вместе в лицее до лицее потрясающе сколько лет мы знаем друг друга всех вижу танчика мои девочки клиенты ученики всех вижу всех люблю давайте будем продолжать так вот после этого учения после такого обилия практики да привет привет дорогой после такого обилия практики все стали задавать вопрос аня когда ретрит когда вы начнете передавать уже знание непосредственно да используя инструменты тантры и для меня это поистине самый такой знаете как цен самая ценная диагностика когда другие люди начинают задавать вопрос как через что почему рядом с вами начинает просто все вибрировать почему рядом с вами мы меняемся вы просто поговорили со мной а уже трансформация произошла вот это есть комплексный грамотный крутой проверенный мной и уже до моими клиентами подход где немаловажную роль играет как раз это учение и мы теперь как раз переходим непосредственно к самой тантре что же это такое я здесь все зафиксировала буду все 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 это знаете как с разных сторон я вам хочу передать чтобы вы аж на клеточном уровне прочувствовали знаете до мурашей изнутри ощутили но прежде всего это древнейшее учение древнейшая которая передается только от учителя к ученику и я бесконечно счастлива вот это говорит мужчина я просто сама понимаете кайфую от того чем я занимаюсь я кайфу от результативности и это естественно считывается так вот тантра до вернусь поток столько всего хочется вкусного рассказать сейчас все структуризируем так вот это учение которое передается от учителя к ученику и я конечно счастлива что я теперь имею полноценное право являться у при знаете это когда ты есть такое участие до причастие к этому учению тантра это путь вот кто-то написал о том что когда я написала что расскажите о своем чувство не да что по ощущению девушка написала что это какая-то такая глубокая философия есть в этом да есть в этом зерно потому что тантра это путь для меня после того как я начала использовать в таком большом спектре инструментарии я могу сказать что тантра это жизнь тантра и там такой уровень твоей энергетики когда тебе можно вообще молчать вот ты просто можешь сидеть и то что из тебя излучается той энергии которая из тебя просачивается она имеет исцеляющий эффект на других людях но это невозможно ксюшенька будет у меня на ретрите обязательно сначала прослушайте хорошо моя радость но это невозможно раскрыть проявить пока на глубинном уровне ты не станешь этим пока на клеточном уровне инструменты которые используются в тантре не станут твоим естеством и здесь есть очень такой классный момент когда я думала о том что вы знаете как считывала когда на протяжении жизни я была в состоянии тантрическом и таких аспектов было не так много но они были одним из таких аспектов был момент рождения моего сына именно не процесс хваток а именно когда я уже до из меня выходила новая душа новое тело и это такое невероятное состояние оргазмичности до тантричности такого состояния до когда ты поистине поймал дзен и ты чувствуешь себя сверхчеловеком вот у меня впервые в жизни впервые несмотря на то что до в практиках я более 15 лет в этот момент я ощутила насколько вообще моя суть обладает сумасшедшей магии и вы сами да особенно кто будет на ретрите вы и даже сейчас когда я говорю вы можете проследить и прочувствовать когда у вас было состояние вот у меня сейчас сразу же картинка перед глазами я помню как я лет 11 назад до 10 лет я живу в екатеринбурге до переезда в екатеринбург я ездила на бали одна полностью совершенно одна на 16 дней 15 ночей я там проводила я помню как на медитировавшись когда я прям ну очень много было в взаимодействии с водой с энергиями когда я ходила вдоль океана вот у меня прям эта картинка передо мной и и вот это также на уровне самоощущение было настолько раскрыт вот этот канал чувствительности по точности энергетической внутренней космической силы когда я просто представляла себе чтобы я хотела какие бы трансформации чтобы они произошли в течение сейчас я вам скажу точно пяти лет это все реализовалась просто до ну вот до микро микро частиц понимаете и тогда я стала уже задумываться во что я вошла в какое измерение я проникла что это было и и тогда я осознала что если вот это состояние ко мне пришло в этом состоянии я могу поистине да быть таким сотворцом любой своей действительности только лишь той которую я сама себе сформирую на внутреннем уровне но у меня был один-единственный все время вопрос как это повторить вот второй раз это было во время рождения тогда просто это это был космос это вот то что я испытывала тогда много лет назад сейчас я это испытывал повсеместно сейчас я в этом состоянии я не знаю чувствуется или нет пишите это знаете как я знаю что когда люди рядом они говорят аня нас просто извините такое грубое слово вштыривает они произносит потому что ну да сносит я не знаю насколько это передается через экран очень ощущается ваша энергия классная этому рада и вот этот момент у меня главное был как я могу как я могу это воссоздавать тогда когда когда я этого хочу не просто спонтанно да спонтанно когда и все это и ты чувствуешь все ты чувствуешь вибрацию ты ощущаешь все энергетически все потому что я сейчас чувствую вас я чувствую каждого проходящего мимо человека мимо моей машины мой ребенок он просто ну он всегда впадает в дзен его ну его просто выключает он в медитации и я нашла ответ только лишь после того когда я получила разрешение быть учителем когда я получила весь тот инструментарий который передается который мне до передал непосредственно сам учитель и я поняла что когда это происходило со мной спонтанно это было просто спонтанно и это является нашим естеством тантра я не просто так говорю что тантра это жизнь это и так сама жизнь поэтому это то что доступно каждому из нас мы уже внутри все в нас есть в каждом из вас каждый из вас уникален каждый из вас божественен каждый из вас восхитителен но тантра это поистине учение благодаря которому мы можем вот это переживание и раскрытие через раскрытие космической чувствительности своей чувственности к этому как бы да с этим соединяться в любой момент времени имея инструментарий и как да следовательно из моего рассказа можно сказать что тантра да это целый путь это не так что ты что-то получил раскрыл и все и это ушло в забытие в забытие да тантра это путь это путь просто ты знаешь когда например появляется невероятный хаос из мыслей ты знаешь инструмент каким образом ты мгновенно можешь остановить поток мыслей да если ты ощущаешь что внутри тебя нет вот это состояние да словно мед разливается словно да вот эта сексуальная энергия она просто растекается которая дарует огромный да задействует огромный огромный спектр твоей жизни это твоя деятельность это твоя семья это твоя жизненная энергия прежде всего это все что соткано на уровне материи это все сексуальная энергия поэтому вопрос если это не раскрыто как мы можем получать дары в виде материальных благ можем но будут страдать какие-то другие аспекты в нашей жизни я чувствую анна добрый день никогда не слышала такой глубины от андре волшебно слушать услышать это от вас благодарю я уже объяснила почему потому что на самом деле знаете как когда я стала применять все знания все инструменты когда я стала видеть внутри себя это знаете как просто вот так и пошел вихрь просто пошло да у нас каждая чакра это вихрь это раскрытие и когда я стала видеть что оказывается возможно да все говорят о том что одна две ну максимум три чакры могут быть раскрыты а это вранье потому что я вижу что во мне циркулируют все чакры и они все в активности и это реально это реально это было мне дано при рождении нет нет но это можно наработать это можно раскрыть и соответственно не дается это вот так о тантре да в открытом доступе и в этот момент я поняла что а я хочу а я хочу делиться если и у меня это работает это будет работать и у других если это знаете как можно на перезагрузку получить глубокую да за семь дней ретрита кайфануть а все трансформации внутри себя проработать а потом уйти в свою повседневность да и просто все сойдет у нас на нет когда мы не используем так вот моя такая знаете внутренняя миссия которую я перед собой поставила мне хочется донести что тантра это не просто что-то мистическое а это то что работает всегда если человек начинает включается в осознанный труд понимаете в осознанный труд очень классно классное такое определение уникальнейшее мне передал учитель о тантре тантра в переводе из санскрита ткацкий станок и сразу же хочу сказать что да тантра это и для мужчин и для женщин да и вообще я даже я сделала огромную сумасшедшую специальную стоимость для того чтобы приходили пары на ретрит да чтобы приходили любящие друг друга мужчина с женщиной не важно они состоят в там законных отношениях не состоят не имеют никакого значения чтобы они могли идти вместе сейчас я об этом скажу так вот какое мне определение передал учитель это ткацкий станок прям визуализируйте сразу же подключайте вот эту визуализацию так как он сплетает две нити вертикальную нить и горизонтальную тантра создает полотно жизни тантра создает полотно жизни горизонтальная нить это энергия женщины носителями да мы являемся чувственности энергии текучести принятия милосердия внутренней раскрепощенности и так далее и вертикальная нить это осознанность мужчина да и сразу же скажу о том что сейчас я говорю это не просто в контексте личности да женщина личность мужчина личность это именно в контексте энергии да энергии потому что я буду объяснять что женщина в ней присутствует как мужская энергия так и женская энергия так вот стал темным экраном вам не хорошо солнышке видно в мужчине точно так же присутствует как мужская энергия так и женская энергия все зависит от взаимодействия но это сейчас не буду так вот осознанность да осознанность прерогатива как раз мужской энергии и когда эти две нити переплетаются вместе образуется полотно жизни только при взаимодействии этих двух начал и когда взаимоотношения между мужским и женским переплетены они образуют вот именно это это целостность это красивое единство это красивое начало я фиксировала себе о том что да свои мысли что когда начинает пробиваться глубинная истина да глубинная истина твоей природы да через практику тантры через инструментарий через познание себя мы получаем в дар великолепные аспекты в виде чистого ума да это то о чем я всегда говорю да медитация 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 в виде чистого сознания чистого блаженства и чистой пустоты это нужно прочувствовать потому что глубина это естественно да мы познаем через соприскосновения с тантра через инструменты но просто на уровне чувствований уже можно ощутить что же такое тантра да это ваше состояние глубинное состояние через раскрытие настолько тотально вашей чувствительности когда да у нас есть там такие аспекты которые раскрываются сейчас мы о них поговорим и здесь можно еще сказать о том что вообще в тантре существует очень много направлений изначально было направление шивы и шакти направление шивы оно имеет такую энергетику знаете более там очень много строгих таких правил и правил там очень достаточно много да учение такое очень структурированное и больше происходит работа именно с осознанностью и шакти да шакти это как раз больше тантра на раскрытие чувствительности работа с такой очень мягкой энергией и самое распространенное направление да в наши дни конечно пришли принес оша это нео тантра да это его уже его это скажем так разветвление от древнейшего учения тантры мало того в первые два три дня ретрита мы также будем задействовать практики и оша именно на раскрытие сексуальной энергии вообще сам ретрит он построен я его задумала очень таким очень хитрым потому что давайте в другом в другом прямом эфире чтобы сейчас не отвлекаться расскажу да из чего он будет состоять и современная уже тантре у нас существует направление левой руки и правой руки тантра правой руки это больше практика как раз осознанности считается она такая более чистая в кавычках да в том плане что больше происходит работа с ментальностью имеет название белая тантра и тантра левой руки да это все практики в которые включены и практики осознанности в том числе да но так же есть и сексуальные практики направленные именно на чувствительность но нужно тоже понимать да что скажем так да тантра это все и такое расширение нашего сознания и способность к слушанию слышанию чувствованию видению и раскрытие осознанности сексуальной энергии через через работу да с через такой аспект да как работа с эмоциями я не просто так а проводила прямой эфир про такую осознанность в виде да когда мы можем осознавать наши эмоции да когда мы можем считывать ага здесь пошла раздражительность кто это что это о чем это остановили посмотрели понаблюдали сбалансировали и пошли дальше да поэтому здесь это также то что дает большие да такие свои плоды при работе с тантры при работе с этими инструментами и как мне передавал учитель да то как он мне это передавал практики которые он мне передавал что мы не делим тантру ни на какие направления да потому что тантра это целостное учение где есть место вообще для меня и вот если да тоже девочка написала о том что как она чувствует тантру что это что-то связано с сексуальной энергией и я написала сказала о том что это да это верно но равноценно так же как и и наш духовный путь вот в тантре это единство этих двух начал и есть такой важный момент да что есть именно такие как разветвления на которые с которыми работаем мы в учении тантры это расширение сознания осознанность считается что это такой да белый аспект тантры это повышение чувствительности и работа с телом энергетические практики это красный аспект и расширение своих возможностей сверх возможностей это черный аспект на самом деле ко мне обращаются сейчас люди которые уже в практиках с тем что именно интересуют третий аспект да раскрытие в себе сверх да возможности да на ретрите я будем практиковать как можно просто держать да ладонь и через свои пальцы считывать энергию любых предметов да это сверх возможности да у нас будут предшествовать определенные дни которые будут подготавливать да ученика к этому но но это не есть да главная цель это единство и целостность вот это нужно понимать да это вот эта энергия всеобъемлющая но не когда это просто да образно говоря человек хочет приобрести сверхспособности а например я вижу что аспект осознанности он ну скажем так не на очень хорошем уровне да если это так как мы можем говорить о каких-то других аспектах это уже идет через дисбаланс поэтому здесь очень важно понимать что да порой бывает желание перескочить перепрыгнуть тантра это не об этом да для меня но по крайней мере если вы выберете да учителя тантры в моем лице это не об этом для меня тантра это тотальная целостность это тотально красивое раскрытие человека мягкое постепенное да на всех на всех уровнях да здесь я как раз это написала что развиваться нужно гармонично в трех аспектах развиваться нужно именно равномерно и над чем мы будем работать на нашем ритмбрите да это мы будем задействовать да таких 4 составляющих это мысли тела энергии и эмоции да да потому что это совокупность это да это если мы смотрим на полотно своей личной тантры да если человек хочет соприкоснуться на глубинном уровне это как раз пазлы составляющие когда мы не можем убрать один пазл все рассыпется все рассыпается да поэтому это очень большой труд очень большой но так как я являюсь человеком который кайфует да от того когда ты трудишься когда ты что-то раскрываешь когда ты что-то познаешь то мне конечно для меня тантра заняла невероятное огромное место да в моей жизни и наверное да сейчас сейчас я подумаю давайте да наверное сейчас я быстренько упомяну вот появилась мысль что можно уже завершать вот да 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 я так и поняла что смотрите у нас получается мы работаем с мыслями над телом над энергией и над эмоцией подумала о том что можно завершать уже прямой эфир чтобы он не был слишком длительным и звонок сбил поэтому все я сейчас эту мысль да останавливаю да говорю по поводу взаимодействия между мужчиной и женщиной потому что меня об этом прям очень сильно просили да поговорить и упомянуть я думаю что мы еще отдельный прямой эфир проведем именно посвященный взаимодействию именно взаимоотношения да тантра в жизни пары но если так да прикоснуться немножечко буквально то да тантра так как то о чем я раскрывала и вам показывала что это да раскрытие двух начал мужского и женского и конечно же это невероятно вкусно это невероятно красиво когда пара развивается равномерно потому что почему я назвала тантра для жизни ретрит потому что может прийти только лишь одна девушка женщина может прийти в паре может прийти парень один да и заниматься именно над своим самосовершенствованием над своим самопознанием да над своим самораскрытием но когда это происходит в паре это поистине да можно говорить о том что есть возможность перевести и вывести отношения совершенно на новый уровень звучания вот поэтому я надеюсь что я ответила на вопрос самый главный который мне задавали Анечка тантра это только про секс но я думаю что вы увидели да из прямого эфира услышали что я ни одного раза намеренно не произнесла и не говорила и не акцентировала внимание на то что тантра это про секс это и про секс тоже тоже но это всего лишь одна составляющая а основа настоящего истинного древнейшего учения о тантре является то о чем мы с вами поговорили вот на этом все я надеюсь что вам понравился прямой эфир поделитесь своей обратной связью оставляйте комментарии делитесь этим прямым эфиром истории делитесь со своей аудиторией буду очень вам благодарна потому что у меня возникло невероятное желание да это об этом говорить давая даруя возможность соприкасаться с глубинной настоящей истиной именно в правильном понимании тантры вот именно в правильном почему потому что здесь тоже такой момент да когда а раньше да был такой аспект когда пошла знаете такой момент немножечко когда решили опошлить тантру когда взяли только лишь один аспект сексуальный его начали раскручивать почему но я всегда говорю то о чем у людей болит то в чем да они скажем так являет место какой-то стеснительности там внутреннего закрепощения стыда каких-то ограничивающих убеждений это и начинают ну об этом и начинают говорить да в таком контексте не совсем красивом и я увидела такую задачу чтобы показать что тантра это поистине путь это поистине древнейшее красивейшее учение над осознанностью над работой с нашими эмоциями над усовершенствованием своего тела да потому что флау практика л которые я веду неразрывно связаны такой красной нитью с тантрой как я вам уже говорила да сказала ранее что я даже знать не знала что насколько многие моменты перекликаются между собой что это пазлики да это пазлики работа да с нашей осознанностью над нашими мыслями над нашим раскрытием нашей чувственности сексуальности доведены до состояния гармонии вот на этой нотке буду заканчивать анечка благодарю вас благодарю леночка всех благодарю солнышке все делитесь пишите комментарии буду читать оставляйте меня это конечно мотивирует и поддерживает это у нас такая происходит уравновешивание наших энергий благодарю вас за сердца и или завтра или послезавтра выйду для того чтобы рассказать о о том что нас ждет до на протяжении этого времени во время ретрита целую вас